Жанна Станкевич, бывшая москвичка, коллега по команде, будет бороться с Анастасией Диндюк, представительницей Российской Федерации, борьба за бронзовые медали. Ну что, небольшая травма мы видим у Жанны Станкевич, у борцов бывает, она контратакует, оценки пока нету, смотрим, смотрим, что будет дальше. Так, а в финал у нас вышли, опять я хочу сказать, не наши спортсменки, вышла в финал Люция Дюпорт, представительница Франции, и Дарья Скрипник, Белоруссия. Серьезно, серьезно, да, первое предпочтение идет, зачетные медали по золоту, поэтому белорусы могут нас обойти в первый день. Медальный ряд, пополнить свой. Ну, посмотрим, что будет сейчас. Спортсменка Станкевич, она очень опытная спортсменка, выступает за Армению, потому что не проходила, наверное, Жанна через сет отбора Российской Федерации. И вот, в общем-то, решила принимать участие, выступать за Армению. У спортсменов так бывает, потому что высшая мечта, конечно, любого спортсмена, это попасть на Олимпийские игры. И, конечно же, лучше, что завоевать там медали. И, в общем-то, видимо, Жанна приняла нелегкое для себя решение выступать за другую страну. Ну, насколько мы знаем, она уже является призером многих соревнований крупного ранга и кубков Европы, кубков мира, гранд-шлемов и так далее. А на татаме номер два Зарина Бабинян ведет у более опытной Анастасии Поликарповой Юка, сделала Зарина. Напомню, она также тренируется у известного заслуженного тренера Галаяна Сергея Петровича, Анапская школа дзюдо. В общем, достаточно известная, много там работает тренеров, ярко работает, проводит очень много мероприятий, особенно среди детей. И традиционная команда Краснодарского края на основе в основном Анапской школы выиграет соревнования до 13-15 лет. Вот сейчас был финал России в городе Самара, проходил финал России до 15 лет, где команда Краснодарского края победила в соревнованиях среди юношей до 15 лет. Кстати, пару слов о Самаре. Хотелось бы заметить, что бурно развивается регион. После того, как чемпионом Олимпийских игр стал Тагир Хайбулаев, такой всплеск в Самарской Федерации дзюдо очень много детей, очень много родителей привели в спорт детей. Очень большую работу ведет президент Федерации дзюдо Самарской области Иван Анатольевич Матынга. И сейчас он участвовал в конференции по поводу проведения Золотой Лиги, клубного чемпионата Европы. Небольшой экскурс. Клубный чемпионат Европы Иван Анатольевич попросил, доказал, что может провести такие соревнования. Такие соревнования может провести в крупнейшие. Естественно, сейчас Самарская Федерация готовится. И одним из стартов для подготовки был и финал перенеса до 15 лет, который победила команда Краснодарского края. Так, уважаемые друзья, на татами номер один оценка изменена. Я так понял, судя по совещали, Синиюка, а в Азаре ведет Зарина Бабинян. И остается меньше минуты. На нашем татами проигрывает Дзиндюк Анастасия. Пассивность она самую минимальную проигрывает. Проигрывает Шида. Остается меньше минуты, но пока не нечего ей предложить. Неудобно Насте борется в такой ярко выраженной правой стойке. Ну, Жанна Станкеевича очень опытная спортсменка. Она не дает произвести технических действий. Судья международной категории Дзамашвили, Грузия, работает на этом татами. На татами номер один работает судья из России, Румянцев Александр. Что мы видим? Мы видим, проходят встречи за бронзовой медали. Они подходят к концу, к логическому. У нее больно яркая борьба, конечно, на татами номер два. Такая позиционная. В этой позиционной борьбе, ну, что говорить, там борются спортсменки. Минимальные преимущества у Станкевич Жанны, представительница Армении. Она ведет... Ой-ой-ой-ой-ой, что это? Нет, оценки нет. Зиндюк могла сконтрить, не получилось. Ну, секунда, все. И медаль, очередная медаль уходит в Армению. Выходит представитель Армении Станкевич Жанна. Смотрит что-то, какое-то решение. Или что? Так, а что у нас досрочно закончилось? Победой Бабинян. Зарина Бабинян выиграет в этой встрече. У Анастасии Поликарповой. И становится бронзовым призером Кубка Европы 2014. Что-то здесь, какая-то техническая тема. Последнее движение, я, видимо, обсуждаю эту тему. Но мне показалось, это из положения не ваза. Вот, все, нет, все, оценки. Ну-ка. И Станкевич Жанна становится бронзовым призером Кубка Европы весовой категории до 52 килограмм в 2014 году. Ну, хотелось бы еще поподробнее поговорить вот о Тагире Хайбулаеве. Тагир очень волевой спортсмен. Очень много перенес. Так мало кто знает, что у него очень много раз оперированных коленных суток.